ура целый день какой-то аниму это да спуке скеры скелтонс спуке скеры спуке скеры так а давай-ка я на радио переключу мышку Спуки скейри скелетонс. Ты десендин ту киос. Что-то у меня во лбу звезда загорелась. Или это такие вот блики. Ну привет. Йо. Устройство воспроизведения. Использовать по умолчанию. Так, ну что. Здравствуйте, дорогие друзья. Куха, порассказывай, давай, чего вчера не пришел. А чего рассказывать? Я еще в понедельник говорил, что у меня выходной будет завтра. Фильтры тебя слишком улучшают, привет Хапа. Ой, хорошо, пусть улучшают. Дальше. Так, где моя бананатайда? Так. Бананатайда. Это же бананатайда? Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот они. Покрась усишки в розовый. Наконец-то из-за два хавра и все лишнее. Типа, я имею в виду, оставили только лор и гвинт. Я даже связался с CD Projekt'ом и замутил себе реферальную ссылочку для стрима. Сегодня такой своеобразный сам день, грубо говоря. Ну, потому что ребята хотели тронбрейкер, а я такой, типа, тоже, на самом деле, хотел тронбрейкер. Почему бы не замутить тронбрейкер? Что, восточноевропейские мифы фор лайф? Тронбрейкер-петерброды, это же будет аниму. Совершенно верно. Барараратайда, бараратайда. Может быть, боже, какой они хит сделали, да? Тебе не закинули денежку за тронбрейкер? Нет, не закинули. Бараратайда, бараратайда. Не понял, а что это ведьмака заделось играть? Я не отрастил плюс покрасил волосы. Ага, иди в моем возрасте отрасти плюс покрась волосы. Иди, 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 иди. Какая разница, во что ты сегодня играешь? Ведь вечером пауэр боец сала. Ты шевелишься бесплатно? Я тоже считаю, что это упущение, Торн. Просто считаю, что это упущение. Но иногда да. Так. Угу. Поехали. Зачем красить, если седые сами лезут? Золотые слова. Так, не беси, пожалуйста. Ага. Э. Стартовый ролик-то где? О. О. Ну, живее снимай оковы. Пусть бедолага хоть поест по-людски. Не нравится мне все это. А если он сбежит, за него же кучу монет. У меня монетка, да. Да брось ты. Его везли неделю, он ни разу не взбрыкнул. Чего ему сейчас удирать? А я вот все в толк не возьму. Как этот доходяга умудрился вывести себя королеву Зерикани? Да она же просто Мегера. Ведьма на тройке. Настоящее проклятие. Ладно, хватит о ней. Что ты там рассказать-то хотел? Историю какую-то. Помнишь, пока мы в карты резались? Что же за история? Да, почему бы и не рассказать историю? Раз уж речь зашла об одной королеве. Так. Что за моя сель? Да в смысле, моя сель? Моя ссылка на покупку игры в Гоггеймс. Купишь по ней, мне там что-то перепадет. По мелочи, само собой. Если вдруг захочешь. Так. Мне нужна, само собой, новая игра. Новая игра. Обычная, сюжетная. Для тех, кто хорошо знает винт и готов к серьезным испытаниям. Ха, картофелий чист. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я думаю, повышенная. Пусть я буду повышенная. Кресканер поддержал насоточку и сообщает, хотя бы Олел попросил бы парик купить охранник. Так. Ангрен, выберите ищика, чтобы начать новую игру. Вот моя новая игра. Не, не буду кресканер. Не буду. Ну что тут началось. Шоу 1267-й год. Ага. В воздухе чувствовалось приближение войны. Могущественная Нильфгардская империя бросала алчный взор на соседние королевства Север. Перед лицом угрозы их правители провели встречу. Подписали декларации о братской взаимопомощи. Заключили союзы. Затем воодушевленные разъехались. Одной из них была Мэпа. Королева государств-близнецов Лирии и Ривии. Выслыхали они о ее красоте? Еще бы. Только знаменитой она стала благодаря не внешности, а упорству и отваге. Шикарно. А, да. Кортеж королевы был уже в нескольких днях пути от столицы, когда вдруг объявился граф Колдуэлл. В отсутствие Мэвы он должен был помогать ее сыну, юному принцу Вильяму, править королевствами-близнецами. Колдуэлл был измотан быстрой ездой. На кончиках его усов собирались капельки пота, а шея была истерта накрахмаленными брыжами. Это вот это брыжа, ребята. Мое почтение, королева. Ой, как здорово. Рад видеть вас в добром здравии. Переговоры прошли плодотворно, я надеюсь. Да, обменялись письмами, подписали бумаги. Ценность этих бумаг покажет время. Блин, обожаю визуальный новылов, который сами себе читают. Однако, довольно церемоний, Колдуэлл. Говори, что случилось. Вряд ли тоска тебя так измучила, что ты решил приехать ко мне. Да, ваше величество, в самом деле. Причина другая. Бандиты, эти капели и спалы, с которыми я должен был разобраться во время вашего отсутствия. Боюсь, ситуация вышла из-под контроля. Спокойно, Колдуэлл. Очень жаль. Спокойно. Так вот, у господи, здесь даже рута, 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 ребят. Ребята, это же просто... Ладно, спокойно. Колдуэлл, сделай глубокий вдох. Колдуэлл вообще разговаривает. А теперь говори точнее, что это именно произошло? Я отправился по их следу, как вы приказали, госпожа. Мы шли за ними по пятам неделями, пока лазутчики не обнаружили в лагерь кобелей в лесах под Локереном. Мы вознамерились атаковать ночью, чтобы застать их спящими. Двадцать концовок? Мы нашли только пустые шатры и чучела вокруг кострала. А пока мы ждали сумерек, бандиты обошли наши позиции и пробрались сюда, в Орлиный ручей. Что? Орлиный ручей? Там же разместились сборщики подыки. Как? Неужели все золото... Просто... Ваше Величество, но клянусь богами, я сделаю все, чтобы его отыскать. Если вы того желаете... Это я буду, это я, это я, это я буду сейчас искать. Я провела месяц... Всем привет, дорогие друзья. И желала бы всего лишь принять горячую ванду и выспаться в собственной постели. Но это придется отложить. Да, минус бабушки, так-то. Я лично займусь этим делом. И буду командовать твоим отрядом, Колдуэлл. А ты? Пошли гонца в Орлиный ручей. Пусть подготовятся к прибытию королевы как следует. Протрут пыль, проветрят комнаты. Видишь, Рейнард, я говорила, что так и будет. Мой сын не был готов управлять целой страной. Должен признать, что принцу Вильяму предстоит еще многому научиться. Хм, да. И у него мало времени. Я собираюсь. Ну что ж, вот уже десятый месяц. Безум рад тебя видеть и слышать. Тречки ты мне торчишь. Чмок тебя в лоб. Спасибо большое. Спасибо большое, не раните. Хоть тебе в рот вестищем. Тш! И обнимашка. Ах, спасибо большое. Так, давайте теперь разберемся с позициями камеры. Я так полагаю, она немножко закрывает субтитры, поэтому давайте сделаем вот так вот. И вот так вот вообще. И эвентлист, наверное, куда-нибудь вообще сюда. Очень удобно. Я думаю, если неудобно, то продолжим. Добро пожаловать в обочине окровной вражды, причем отправиться в подешение и познакомиться с новыми правилами. Продолжить. Вы можете направить свой персонаж с помощью ЛКМ. Идите по обочинной дороге, чтобы продвигаться по сюжету. Ой, ой, как красиво. Ой, красиво. Че, есть че по дороге-то? Отправиться к Орлиному ручью. Ей, сюжет. О, смотрите, я могу деревяху собрать. В ходе игры вам нужно увеличить свою армию, для этого понадобится золото, древесина и рекруты. Во время путешествия вы найдете немало полезных предметов, даже встретите новых товарищей, которые поддержат вас в бою. Чтобы ничего не бросить, внимательно следуйте карты и выполняйте попочечные задания. Ага, хорошо. Вот, например, можно взять... Ой, плюс бабосики. Так, тут какой-то пизан. Так. Ой. Сегодня с оба вечером? Да. Плагушик отец уже как два раза. Еще и плагушик. Почему Twitch забирает 50% с подписок? Жестокий Twitch, жестокий Twitch. Спасибо большое, Плагушик. Но ты можешь сделать 25-долларовую подписку, там Twitch забирает меньше, чем 50%. Гениально. Спасибо тебе большое, Плагушик. Вот и профит еще. И обмашки. Ха, по-ноу-мэнд-скай будет? Не, а не планировал. Так, тут у меня есть деревяха еще. Продолжаю фармить. О, тут можно поговорить. То есть 7 рекрутов. Э, пацаны. Милку они на огне поджаривали, чтобы открыло, где золото зарыто. Милку они на огне поджаривали? Она померла, но им не сказала ничего. Так, а где золото? Я знаю, где у нее был тайник. Погодите, я вам нарисую. Так, нарисовала у дома. Поздравим, мы нашли карту сокровия. Сейчас мы здесь вокруг, посмотрите, здесь искать место, обозначенное крестом. Дом, пенек в лесной глощобе. Дом, пенек в лесной глощобе. О, круто. А еще можно говорить? Кобелями их кличут, матушка. Потому что горластые они, да кусучие. Ха. Я уж думала, бандиты едут. Кобелями их кличут, матушка. Потому что горластые они, да кусучие. Так. Так, давайте теперь посмотрим, где же... Мы нашли карту сокровищ. А у топ-тира стримера ты с 25% только твич забирай. Да ладно, а как сайт топ-тир стримера? Мне кажется, ты... Откуда у тебя эта информация? Так, а где карта сокровищ? Подожди, дайте, подожди. Escape. Э-э-э. Слышите? Стоп, стоп, стоп. А как мне карту сокровищ посмотреть? Тап. Энтер, пробел. Слышь. Слышь. Да пока. Потом можно будет посмотреть. Немного пройди по обучению. Э-э, слышите? Я хочу посмотреть, где... Где сокровища-то? Вот, смотрите, мы нашли сокровища. Вот они. О, копать. Нашел... Нашел клад. Плюс 260 монет. Какую-то крестьянку на монеты кид... 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 Кид на... Кид на нули. Так, этот со мной говорить не хочет. Прелесть. Так, завал. Путь пригожен, чтобы с ним припятаться, предоставлять часть ресурсов. Продолжить. Так, ну давай. Значит, позвать лесорубов. Солдаты должны поберечь силы. Значит, минус 25 золота, плюс 50 древесины. Или минус... Или солдатами заставить. Ну, солдатов мало, и они очень ценные. И они получат только 25 дерева. А тут будет плюс 50 дерева, и все, минус 25 золотых. Конечно же... Конечно же, я думаю, что золото именно на такие нужны и нужны. Могу, сука, ты мне в ВК кинь. Солдаты, говорят, самые бесполезные. Солдаты бесполезные. Блин, мне странно. Блин. Блин, 25. То есть 25, это, по сути, почти 1% золота. 1% золота. А солдаты... Солдаты, 1% солдат. Это почти 2% солдатов. 1% солдат. Хм. Ладно, я буду считать, что солдаты ценнее. Я буду беречь солдатов, но надо их как бы... Аккуратненько. Так. Интерактивные объекты обычно ясно обозначены на карте, но есть и исключения. Некоторые события невозможно предъявить, так что будьте начеку. Граф Колдуэлл ехал во главе колонны, внимательно глядя по сторонам. Угу. Хотя был он уже в годах, звение его обычно не подводило. Не подвело и сейчас. Ваше Величество, там за деревья бандиты. Солдаты из отряда графа плохо знали королеву и попытались загородить ее. Королева, однако, тут же растолкала их и пончалась с диким пиком прямо на разбойников, подняв над головою меч. Вперед! В атаку! Вперед в атаку! Так, давай! Все, в замес пошел. Мэва была убеждена, как только грабители поверили, что напали на кортеж самой королевы, они скрусят уйдерут лес. Большинство разбойников так бы поступили, но они кобели и спалли. Для них не было ничего святого. В этой битте появятся уникальные карты. Ключевое сражение в истории мэва в вашей руке или колоде могут появиться уникальные карты. Начать бой. Так, в это поле битвы будете играть в карты в нижней половине поля, ваш противник верхний. Отряды можно размещать по одному из двух рулядов в рукопашном дальнобойне. Так это я знаю, это ужасный гвинт. Обычная битва длится не больше трех раундов, кто-то первым выигрывает два раунда, выигрывает битву. Игроки ходят по очереди, во время хода вы можете сыграть одну карту, примете любое количество способностей. Любое количество способностей. Партия начинает тот, кто первым выступил в бою. В этом случае мы попали в засаду, поэтому начинает противник. А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Нападать на королеву? Какая надувность. Так, усильте верность к общей силе армии. Игрок армии, у которого больше не ссылок, выигрывает этот раунд. Да-да-да-да-да-да. Броня поглощает часть урона на седанного отряда. Ваше величество, солдаты ждут, когда вы поведете их в атаку. Солдаты ждут, когда вы поведете их в атаку. Наносят чисто... Так, сыграйте копию обоих смежных отрядов из вашей колоды. Копию обоих смежных отрядов из вашей колоды. Верность усилите лирия Кассиньера. Ой, сыграйте любую карту. Я хочу лирия Кассиньера. Надо хранить или этих земель. Они пойдут за вами в огонь, госпожа. Скажите только слово. Так. У Кассиньера использована верность, а значит, что я прошу его активность, каждый раз, когда вы примените способность новой. Каждый лидер обладает собственным уникальным способом, чтобы узнать о нем больше, как вы говорите лидера. Так. Успособность балла вы за эту седаре добавите внутри больницы. Способность может принять один раз в несколько ходов. Чтобы все же способность выберите ее, а затем один из своих отрядов. Так. А когда Ада? Я научу вас уважать корону. Отлично. Ага, вот это кулдаун на... На этом ходу вы сделали все, что могли. Пора завершить его. Угу. Усиливайте эту карту. Нанесите вражескому отряду урона равное число карт в этом ряду. Ну, я еще пока. Рассыграйте копию обоих смежных отрядов из вашей колоды. Ну, давай вот так вот и... Достаточно одной стрелы. Количество карт в этом ряду, в котором это способность актеров, когда вы не играете к его карту. Сойдет. Конец хода. Ходов 2-3. Ах, поганец. Так, ну делать нечего. У А-Карта тоже способна... Сыграйте любую карту. Сыграйте копию обоих смежных отрядов из вашей колоды. Так, а ты как бы кассиниер, у тебя сразу идет сюда. Мы выиграли! Трубите победу! Подожди, а... Блин, что-то как-то нехорошо у него... А у него карты остались? Да, остались. Битва еще не окончена. Лучше поберечь силы. ПК-чек. В начале 2-3 раунда игроки берут по 3 карты. Занять боевые позиции! Защитить королеву! А давай я кассиниера сразу в 1-2. Игрок, который выиграл предыдущий раунд, начинает следующий. Сыграйте любую карту. Могу пас нажать. Ах, нет, не могу. Давай кассиниер во второй ряд. Котерь есть, а как же? Так, сапоги жмуть! Так, масапоги жмуть. Кассиниера отличная карта, мне очень нравится. Конец хода. Чем они больше, тем проще попасть. Так, я думаю, что тогда, если... Переместите отряды в 1-1 в противоложном этого ряду, но сидим по 1-1 с урона. Слушайте, я думаю, что мне проще просто спасануть. Сыграйте любую карту. Вообще просто меня... Укажите мне цель. Сыграть... Не понял. Арбалетик по вашему приказанию прибыл. О, прикольно он возвращается. Доспехи их не спасут. Вот так вот. У тебя дальность 2 на арбалете. Понятно, это 1, 2, 3, 4. 2 это значит то, что он бьет через ряд. Я даже не думал об этом. Никто не уйдет! Лирия! Хорош. Все, я готов пасовать. Подожди, у меня же еще этот есть. Кассиньера. То, что надо. Кассиньера упи. Я, короче, холоду на Кассиньерах, ребята. Кассиньер пас надо делать. Так, видно, и впрямь все вышло из-под контроля. Сказала Мэва, скрестив руки на груди. Раньше они не грабили на главном тракте. После нападения на сборщиков податей, они должно быть обнаглели. Оправдывался Колдуэл, избегая гневного взгляда владычицы. Довольно, Колдуэл. Пора с ними покончить. Вперед! Королевская спида отправилась дальше. Впереди шла кавалерия. За ней маршировала пехота и арбалетчики. А позади шли бандиты в цепях. Окей. Разбили бандосов. Денадцать дерева. Окровавленные. Окровавленные сгусточи. Так. Так, а сорок семь солдат, это вообще что? Тут ничего нет. Ах, обожаю этот вид. Да. Лирия, жемчужина севера. С красотой у нее холмов и долин может сравниться лишь красота ее владычицы. О боже. После трех недель в седле? Сомневаюсь, граф. Разобьем здесь лагерь. Солдаты отдохнут, а я устрою смотр. Чтобы начать смотр войск, вы должны сперва разбить лагерь. Продолжить. Разбитие лагерь, нажав кнопку палатки слева. Ок. Нажал. Объекты в лагере посоветовал расширять армию и получить важные сведения. Большинство объектов можно улучшить в мастерской, но не применять этим, если я хотела получить более сильные отряды и облегчить свое путешествие. Войдите в мастерскую. Мастерская. Дает доступ к журналам заданий и королевской переписке. Так, чтобы улучшить объектов, нужно собрать необходимое количество золота и древесины. Поддержать вам потенцию карты региона, чтобы получить ее необходимый лучший королевский шатер. Улучшите королевский шатер до второго уровня. Так, значит надо... А, он уже первого левела. Да, согласен. Ой, шикарно. Благодаря этому улучшению вы получаете карту региона, которая доступна в главном экране. Саму мастерскую также можно улучшить. С каждым следующим улучшением вы будете получать доступ к новым сильным отрядам. Войдите в штаб командования. Это штаб командования. Так, в штабе командования можно создавать отряды и формировать армию из доступных карт. Ага. Улучшайте его, чтобы увеличить лимит найма. Благодаря этому вы сможете найти более сильные отряды. С левой расположены карты, которые уже есть в вашей колоде. Угу. На главном экране показаны все доступные карты, которые вы можете создать и добавить в свою колоду. Доступ к новым картам можно получить, улучшая учебный плац и мастерскую, выполняя сюжетные задания. Серые карты доступны, но еще не созданы. Их можно будет добавить в колоду только после создания. В колоде должно быть не менее 25 карт. Сейчас суммарная стоимость найма не превышает лимит. Сейчас лимит найма составляется 25 очков. Для создания новых карт вам необходимы рекруты. Рекруты можно нанять на вербовочных пунктах со значимых на... Ага. То есть рекруты это армия. Обозначили на карте значков шлема. В ходе сюжетных заданий. Вы получили дополнительные ресурсы для создания вагенбург. Создайте ее. Где у меня вагенбург? Как она выглядит-то хоть? Вот это вагенбург. Машина, полевая подмога. Приказ. Нанесите всем отрядам в ряду против него урон с наравненной брони этого отряда. С тем удалите всю броню. Добавляйте один каждый раз, когда в этом ряду появляется карта. Хорошо. Набрать. Вы уверены, что хотели призвать карту вагенбург в свой отряд? Да. Отлично. Все, у меня есть вагенбург. Я его добавил сразу. Он у меня один. Нет, два. Это был второй вагенбург. Судос-беса, двадцать пять. Сейчас вы можете посмотреть, создать новые карты или вернуться в главную грань и продолжить путешествие. Я думаю, что пока... Я думаю, что пока у меня... Премиальные это вот эти карты, да? Я думаю, пока у меня... Принадлежность не в коллекции. Трофеи, украшения отряда. Я думаю, что я пока что искать даже ничего не буду, пока... Пока у меня проходит все без поражений. Вот такая ситуация. Теперь загоните в другие патрики, чтобы ознакомиться с функциями. Верните главную грань. Понятно. Столовая. Можно поговорить с боем. Товарищи, дети мне говорят, откройте и откройте одну тайну. Так, да, Рейнард. Минутка отдыха? Да, да. Но если у вас есть для меня новые приказы, госпожа, я в любой момент... Вольно, Рейнард. Вольно. Так, Вильям... Вильям, мне годится в короле. Тебе не скучно здесь одному? Тебе не скучно сидеть здесь вот так одному? Поболтал бы хоть с кабачиком? Благодарю за заботу, Ваше Величество. Но я предпочитаю посидеть в тишине. Ты всегда был таким нелюдимым? А вот и нет, госпожа. В юности я любил блистать в обществе. Блистать в обществе. Что же случилось? Загубили душу. По этой причине едва не лишился головы. Вы не знаете этой истории, госпожа? Как я стал адъютантом вашего покойного супруга? Нет, но охотно узнаю. Мне было 20 лет, когда я поступил на службу в армию. Благодаря происхождению мне сразу дали чин десятника. Но бывалые офицеры смотрели на меня сверху вниз. И по делам, впрочем. Мне непременно хотелось завоевать их расположение. И вот я начал делиться с ними своим мнением насчет решений короля. Этот маневр оригинальд провалил. Тот не продумал. Здесь допустил детскую ошибку. Это не могло хорошо кончиться. Оригинальду случалось ошибаться. Как? Это типа... Типа мне надо как-то... Блин, интересно, это как-то влияет на что-то? Ну как бы я-то понимаю, что это не могло хорошо кончиться. Ну ладно, давайте его как бы поддержим. Поддержим. Что ж, оригинальд не был выдающимся стратегом. Не зря его звали могучим, а не мудрым. Очень скоро я был арестован. Один из офицеров донес на меня. Я обвинялся в оскорблении государя. Нормально. Это был военный трибунал, так что хватило четверти часа, чтобы признать меня виновным и приговорить к петле. Быстро же ты. Оригинальд остановил экзекуцию и велел мне повторить, что я говорил о нем слово в слово. Я обливался потом, у меня ломался голос. Но я выполнил приказ. Оригинальд слушал, слушал. А когда я закончил, он признал мою правоту и сделал своим адъютантом, сказав, такой башковитый парень под рукой мне пригодится. Господи, боже мой, вот это история. Господи, это же гениально. Что ж, может сам он был не слишком сметливый, но я должна признать, он слушал советы тех, кто был умнее. И тогда я поклялся себе в двух вещах. Во-первых, что перестану молоть языком, как болван. Во-вторых, что буду неизменно оправдывать его доверие. И это тебе удалось. Знаешь, что он сказал мне за миг до смерти? Никому не верь, Мэва, только Рейнарду. И ведь был прав старик. Спасибо за рассказ, Рейнард. Вот это история. Вильям не годится в крови. Я начинаю думать, что Вильямов прям не годится в крови. Да, конечно, не годится, Вильямов. Ваше Величество, не будем спешить с такими строгими оценками. Принцу 16 лет. 16? А значит, он достиг зрелости. Вот-вот. И должен уметь удержать корону. Давай. Я оставила его одного на несколько месяцев. И смотри, что творится. В стране хозяйствуют бандиты. Это да. Может статься, есть обстоятельства, которые от него не зависят. Мы узнаем. Поверь, хотела бы я, чтобы так и было. 16 обычных лет или жожа лет. Это 100% в обычные годы. Я не особо надеюсь. Понятно. Мне пора. Так, с Ирином Серый Гонец. Еще можно с Серым Гонцом поговорить. Так, ну Серый Гонец, давай базарить. Опять, не то, нажал-то. Статистика. То есть, выполнено задание. А, это просто статистика. Вот оно что. Как хитро. Ну все, мы со всеми тогда, получается, поговорили. Королевский шатер. Мастерская. А что у нас здесь? Сокровищность увеличивает до 8 количества украшений. Мэвы до 3. Господи, я могу сразу это изучить. Столовая. Штаб командования. Отделяй, оправдывай, чтобы отметь расположение сокровища ресурсов на карте региона. Ой, 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 это очень хорошо. Учебный плац. Дает палатка фуражеров. Палатка Геральда. Дает возможность после каждой битвы увеличить армию на один отряд. Требование учебный плац. Учебный плац открывает доступ. Позволяет нанимать боевые отряды штабе командования. У меня это еще даже не изучено. Мастерская дата, воспомогательная отряды штабе командования. Ага. Стол картографа. Картографа. Ой, как дорого это все. Супер муха. Давайте наблюдательную вышку пока что возьмем. Как все дорого-то. Да, это аж просто обосраться. Так, это нужная штука. Палатка фуражеров мне в принципе нравится. Ну, я бы с радостью это взял, но только учебный плац сначала нужен. Мастерская вторая второго ранга это фигня пока. Сокровищница это фигня. Блин, как все плохо. Подожди, учебный плац. Это учебный плац. Блин, две тысячи на него надо. Блин, как все плохо-то. Че так дорого-то? Так, штаб командования. Моя мастерская. Так. Ну, в королевском шатре можно прочитать полученные письма, а также сучить карты местности, ключи и фрагменты карты. Кройский шатер можно перейти главную крану, нажав на значок рюкзака. Хорошо. Письма. Письмо дворецкого. Ваше Величество, мастера из Городобора, садкали Новый Гобелен для Тронный Зал. Надеюсь, он вам понравится. На нем изображен Центрискериев, отнаследуем вами от короля Корума Первого. Обнаженные клыки изображены очень натуралистично. Ордовый меч Тимирских деленов или деленов выглядит так, словно его выкли в глубинах Махакама. Уверен, что этот гобелен стоит прекрасным украшением замка Лирии. С нетерпением ожидаем ваше возвращение к Бюста в Перо, королевский дворецкий. Письмо от короля Демовенда. Дорогая Мэва, спасибо, что прибыла на свет. Это какая удача, что мы не стали и дальше откладывать встречу, как сообщают мои люди. За Еругой уже стоит пыль столбом от подступающих отрядов. Помни, что бы ни случилось, я полностью безугольничный тем, поддерживаю всех благ в демовен. Рапорты. Маневры Нильгарда. В подножии Агор-Амэл, в каком-разности, говорит Рид-Бруно. Замечена повышенная активность войск Нильгарда. Посыл заверять, что это обычная учебная манера, но численность из-за значения мобилизованных отрядов определенно противоречит его словам. Рекомендуется усилить пограничные гарнизоны и устроить патрули вдоль берега Еруги. Кобели и спалы. Шайка разбойников, которая собралась в результате бунта в темницах... В темницах замка в спале. Состоит из карманников, вымогателей, головорезов и убийц. На вооружении у них главным образом краткоствольное оружие, прощи и украденные спали, пыточное орудие, топоры, палачи, пилы, молоты. От прочих бандитов кобелей отличается Миколкоиндер за сцене. Они нападают на хорошо вооруженный конвой. Дворянские умения, личность предводителя шайки установить не удалось. Карты. Карта Милки. Ага, ключи, ключи. Нету фрагментов, карты нету. Так, ну мы все посетили, что хотели, дорогие друзья. Даже что-то, даже что-то загрейдили. Я думаю, что больше... Будешь всю игру проходить. Ну сегодня поиграем, а там уже решу. Посмотрю, что дальше. Покинуть лагерь. Помните, что карту можно открыть человеку по значку розовых ветров слева. Хорошо. Золотой сундук. Разведчики, минус 50 монет. А что это такое? Вы хотите отправить, чтобы открыть больше областей на карте? Да. Ага. Они просто... Короче, разведов можно за 50 голды, можно кинуть разведов вперед. Чтобы типа... Опа, подожди, стоп. Нет, ничего нельзя сделать. Зачем я вам подачи плачу? Что меня бандиты на главном тракте обирали? Если б недорожные предписания, поехал бы в объезд через Одден. Говорили мне, что Лирия дикая страна. Что там беззаконие и неразбериха да срам кругом. Зачем я вам подачи плачу? Чтобы меня бандиты на главном тракте обирали. Понятно. А что ты такой жесткий-то, блинский? Как же он меня овнет? Так, здорово, Боба, здорово, Готц. Так, подожди, слышь, мы как-то поговорить-то с тобой можем? Боевой дух в вашей армии постоянно меняется. Средний боевой дух не влияет на карты, в то время как диски боевой духа ослабляют каждый отряд на одну единицу, а высокий усилитель от этого состояния боевого духа торжится в левом верхнем углу. Боевой дух изменяется в зависимости от решений, которые вы принимаете. Чтобы поднять его, принесите жертву в придорожных часовнях. После выигранной битвы боевой дух вернется в среднем уровне, также следите за ним внимательно. Тогда зачем? Сейчас какой-то был дух. Ага, поднятый. Хорошо, ой, тут утопцы какие-то. А это что? Трупоеды. Их приманил запах крови. Не позволю чудовищам хозяйничать на моих дорогах. В атаку! Конечно, в атаку. Кассир-отец уже так 38 раз. Привет, подлавик нашу. Здарова, GD-гейсер. Так, о, трофей особый тип-карты. В вашей кладе может быть только один трофей, продолжите. Трофей появляется на поле битвы в начале партии автоматически. Туман посреди дня в такую же... Неубираемая стойкость. Каждый раз, когда мы воспользуемся, мы сможем замечать число ходового доска. Не исключено, граф. Будем держать ухо во строке. Так. Ага, ваши ряды надо подвели... Туман. Ага. Это один из многих эффектов, что он срится. Эффекты влияют на все карты... На все карты в ряду, если вы их... Или ослабляем. Будучи мы получим эту субкарту, которая позволяет... Вам добавляет подобные эффекты. А я могу как-то... Рейнер, что это? Призрак? Стрыга? Не знаю, госпожа. В первый раз вижу такое существо. Так, ну хорошо, я... Мне, чтобы лукарь выстрелил по туманнику, надо в любом случае его... В другую сторону. Окей, они есть, а как же? Так, ма... Сапоги жмуть! Сапоги жмуть. Так, отлично, Кассиньер, Мба. Поглотите отряд вашего швы, если вы не подняли значимые силы. Так, я думаю, может быть, пассанем? Как вы на это смотрите? Просто пассануть и все. Я думаю, что... Сыграйте в зерех руль, чтобы вы сидите за один из ваших отрядов. Окей.